здравствуйте в эфире программа герой нашего времени сегодня в гостях на тв6 и археи тв астролог яна тяка привет мы рады тебя видеть спасибо большое знакомьтесь яна тяка родилась 2 ноября 1992 года в кишиневе в 2014 году окончила факультет международных отношений в государственном университете работала агентом по недвижимости с 2017 года начала изучать нумерологию и ведическую астрологию которой тянулась самого детства через три года после обучения яна заявила о себе в соцсетях как о специалисте в этих областях 21 декабря этого года запустила свой пятидневный марафон по познанию себя сквозь призму нумерологии в свободное время увлекается танцами нутрициологии и любит читать книги по психологии и и девиз по жизни не стоит бояться перемен все они к лучшему каким будет новый 2022 год какие у нас прогнозы на самом деле новый 2022 он будет замечательным потому что предыдущие годам они у нас были такие не очень хорошие конечно и в экономическом плане и так как эта вся пандемия но вот планета который как раз таки означает удачу процветания благосостояния юпитер которая кстати 2019 20 21 году она была в падении то есть в худшем положении поэтому такой кстати бывает раз 12 лет и можно заметить что раз 12 лет бывают вот такие экономические кризисы или вот какая-то пандемия как у нас сейчас конечно происходит поэтому в весной данная планета она войдет свой знак и можно будет выдохнуть спокойно поэтому в принципе год будет хорошим и удача будет на нашей стороне то есть можно сделать вывод что в 2022 году к весне закончится пандемия кстати да есть такой прогноз и я надеюсь что он сбудется на самом деле 2022 год это год голубого водяного тигра если говорить по китайскому гороскопу а тигр он такой бесстрашный и он любит и бесстрашных людей напористых которые знают чего они хотят поэтому если вы решите поменять свою жизнь взять в свои руки все изменить то для вас этот год будет удачным и прорывным год тигра он любит бесстрашных людей а нужно все-таки выползать из своей скорлупы и брать все свои руки как праздновать новый год так как мы заговорили уже о китайском гороскопе что это года тигра лучше его конечно праздновать в компании друзей тигр любит компании но конечно же нужно и отправить дома семью не забывайте позаботиться о них тоже также лучше не праздновать в одежде каких-то животных принтов потому что тигр он ест млекопитающих поэтому лучше не нужно провоцировать его отдать лучше всего предпочтение зеленым песочным черному белому цветам и натуральным оттенком макияжа а вообще перед новым годом лучше сделать генеральную уборку выкинуть все старое не нужно из дома чтобы впустить новую энергетику и конечно же простить все обиды и долги стоит ли уезжать куда-то именно в новый год или вообще новый год это уже зависит здесь нет каких-то таких предпочтений то есть если вы хотите можете отпраздновать семью если хотите можете рвануть с друзьями знаю куда-то в горы или наоборот в египет на море погреться то есть здесь уже нет каких-то ограничений говорят что в день рождения нужно уезжать новый год такого нет 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 такого даже в день рождения не сюда нужно и уже это тоже такое зависит от человека это его характера есть же люди путешественники которым постоянно нужно куда-то уезжать не только в день рождения а если они домоседы которым в принципе и не нужно никуда торопиться а наоборот нужно побольше времени дома уделять семье быту украшать свой дом постоянно делать ремонт и в доме то есть все связано с дом здесь уже зависит от каждого человека и этого уже натальной карты 2022 году чему больше стоит уделять внимание больше всего уделяет внимание до личной жизни работе систем своей личности сейчас я скажу почему в астрологии есть такие планеты как раху кету это кармические узлы и они каждый год меняют знаки и в этом году раху переходит знак овна а кету в знак весов что такое араху раху это то куда нам нужно направить свою энергию а овен это же всегда про индивидуальность про про тебя поэтому а в 2022 году все-таки нужно направить внимание на свое внутреннее я прежде всего и затем на то чтобы показать миру какой ты на свою уникальность это время такого здорового эгоизма можно сказать поэтому дерзайте ставьте цели ставьте планы и выходите в мир и достигайте всевозможных вершин даже не стоит с астрологической точки зрения а даже с точки зрения нумерологии ведь три двоечки да общая цифра 6 а шестерка она соответствует аджни чакре это третий глаз то есть это всегда про внутреннее состояние поэтому это год когда нужно взглянуть свой внутренний мир и понять чего же вы действительно хотите да чего хотите от жизни а тем ли вы путем идете а нравится ли ваше отношение с людьми с миром или с самим собой да то есть это все про внутренние трансформации и внутренние вопросы к себе поэтому конечно нужно обратить внимание именно в эти сферы а как правильно загадывать желание на новый год вот так чтобы сбылось а есть кстати несколько основных правил как загадывать про на желание первую очередь без частички не а не ли вот например вы хотите быть здоровой и нельзя загадывать я не болею то есть вселенная она не слышит вот эту частичку не и вы как бы загадывать что вы будете болеть нужно всегда говорить что я здорово я полно сил то есть вот без отрицательной частички затем нужно загадывать желание всегда только про себя не про мужа не про детей я не про свекров не про кого другого только про себя потому что там если мы загадаем желание про нашего какого-то близкого человека то мы как бы нарушаем его свободу воли есть и у него что-то происходит плохое в жизни он должен сам загадывать желание про себя но не про него часто например мамочки хотя чтобы их женился Либо дочка вышла замуж И они таки загадывают Моя дочка выходит замуж Но нельзя так делать Нужно говорить, к примеру, что я счастливая женщина И танцую на свадьбе своей дочери Вот что-то такого плана Затем, что же еще нельзя делать Обязательно нужно прочувствовать свои желания Потому что часто мы загадываем то, что навязано нам обществом Поэтому, когда вы загадываете желание Вы его обязательно прописываете рукой Это очень важно Так вы начинаете нейронные связи Они начинают работать именно через руку И когда вы пишете это желание Закрывайте глаза Если вы прочувствуете вот эту легкую дрожь Вот это счастье Значит оно искреннее, оно ваше А если этого нет, значит оно навязанное вам И лучше его не загадывать Давай поговорим о натальных картах Я знаю, что тебе нравится изучать Известных людей натальные карты Почему? Во-первых А во-вторых, какую натальную карту Ты могла бы отметить? Я на самом деле безумно люблю успешных людей Реализованных И конечно же это знаменитости различные Звезды И я очень часто как-то отметила Да, разбираю их в своем инстаграм-блоге Что же такого интересного? Конечно, натальная карта Это всегда про потенциал И интересно вот разбирать именно человека Который его реализовал Но даже не все звезды реализуют свой полноценный потенциал Например, я недавно разбирала карту Анджелина Джоли Я думаю, все ее в мире знают Но на самом деле она даже не до конца еще раскрыла свой потенциал Я думаю, мы еще очень многое про нее узнаем в будущем И ее на самом деле путь даже не карьерный А больше она как учитель должна раскрыться А не как актриса И еще, кстати, очень интересно Что порой звезды раскрывают неправильно свой потенциал Точнее, не до конца Я хочу отметить особенно карту Курта Кабейна Я знаю, тоже все его знают Это солист группы Нирвана Он, к сожалению, покончил же с самоубийством Как раз из-за того, что на него давил нереализованный потенциал Мы его знаем как музыканта Но на самом деле его карта, она не музыканта Она как раз такого духовного наставника Это мог быть второй Оша Или второй Ник Вуевич Который проповедует какие-то определенные цели, морали И Курта Кабейна, в нем был потенциал музыканта Но это была лишь его субличность В одной огромной личности, вот именно учителя И, к сожалению, он ее не раскрыл И он покончил жизнь То есть натальная карта Это, в принципе, с чем мы рождаемся Это наша данность Но вот если мы, допустим, не идем по тому пути Который у нас прописан на натальной карте Как меняется наша судьба? Не в лучшую сторону, конечно же Появляется очень много трудностей на пути Ведь натальная карта — это как навигатор Как максимально реализовать свой потенциал и жить счастливо И если человек не идет по этому пути Естественно, в его жизни намного больше трудностей Все идет как-то через силу, через достигаторство Порой не всегда получается И, конечно же, лучше идти по тому пути, который уже в нас заложен Например, если вы прекрасный психолог Но вы работаете в банке И вы ненавидите свою работу И ежедневно вы не раскрываетесь А наоборот, вам становится все хуже и хуже И люди начинают приходить к психологу И садятся на антидепрессанты Конечно же, это не очень хорошая идея Лучше всего идти по тому пути, который тебе дан И я заметила, что на самом деле люди очень ленивые И порой бывают такие красивые натальные карты С таким прекрасным потенциалом, что я вот смотрю и вижу Что человек может быть миллионером или лидером большой компании А он просто сидит на диване и ничего не делает Здесь уже, конечно, не от карты зависит А уже от самого человека Если он ничего не хочет Если в нем очень много страхов Это уже от семьи зависит От родительских сценариев каких-то Даже если посмотреть по натальной карте Личная жизнь, она стоит напротив нашего «я» И нашего предназначения То есть они друг друга дополняют Если мы реализуем свой потенциал Мы счастливы в профессии, все хорошо То автоматом личная жизнь налаживается И наоборот Но не у всех же Если вы правильно идете по своему пути То все будет хорошо А, конечно, если вы совсем другим занимаетесь Не тем, что нужно То тут уже и по-другому склад Просто есть и такие истории, когда вроде Человек находит свое дело Он зарабатывает огромные деньги При этом он, как вот мужчина или как женщина Да, она несчастна А не нужно путать деньги И именно успех материальный с признанием Признать значение Потому что материальный успех и деньги Это другой дом Он стоит напротив другого дома Не напротив личной жизни Напротив личной жизни именно наше «я» Наше внутреннее состояние Наше... То, как мы себя ощущаем Есть человек, он может зарабатывать большие деньги Да, но себя он не нашел Он внутри себя плохо чувствует У него нет вот этого внутреннего счастья Вот, поэтому вот личная жизнь может не складываться Наверное, еще зависит от того Опять же, вот какие мы ставим себе установки Вот чего мы хотим достичь? Конечно Что в голове, то и происходит вокруг нас Ведь уже давно доказано, что мысли материальны Судьбу сложно менять? С помощью вот той же натальной карты Не сказала бы, что сложно Скорее, опять же, лень Я думаю, да Скорее, страхи Вот, страхи больше всего мешают Именно меня и судьбу Вот ко мне, да, приходят на кастаться И девочки, и ребята И я им говорю, что у тебя какие-то таланты У тебя такой-то потенциал Ты вот то-то, то-то можешь достичь Если вот сделаешь то-то и то-то И вот они думают, да, да, класс Они уже нацелены на результат Но вот проходит неделя И пыл уже спадает То есть уже от человека зависит Ты можешь его направить И подсказать, да, какие-то верные шаги Но уже от него зависит И сделает он это или нет То да, наверное, людям сложно менять свою судьбу Но это всегда возможно И всё в их руках Наша сба в наших руках Бывает такое, что во благо Мы говорим, например, что нет там смерти Или нет какой-то болезни А на самом деле это есть Правильно ли это? Нельзя предсказать смерть или болезнь человеку Нельзя? Нет, конечно Что возможно? Кто это говорит? Это шарлатан Я сразу говорю Это невозможно Ни в астрологии Ни в нумерологии Невозможно предсказать Вот стопроцентной данностью Вот какое-то событие Так, тогда что возможно? Я прикажу костру Что я могу узнать? Профессии Какой мужчина нужен Чтобы ты чувствовала себя счастливой Также, кстати Можно посмотреть Где примерно можно встретить своего мужчину Который тебе действительно подходит И примерно когда Но Почему нельзя сказать Что в июне 2022 года Ты его встретишь Это только одна из возможностей На самом деле На протяжении жизни У нас есть огромное количество возможностей Когда можно встретить свою судьбу Поэтому Ты можешь его встретить В июне 2022 В декабре 2023 Еще там Какого-то числа 2025 года Поэтому Например Есть хороший период Да? Вот опять же Июнь 2022 Но если Вы сидите дома Никуда не выходите Ничего не делаете Даже на том же Тиндере Или блокируете Да? Конечно Вы никого не встретите То есть Есть такое Как прогноз Вот такое понятие То есть Это не точно будет Это как Один из возможных Вариантов событий Вот Вот что есть в астрологии Но нельзя сказать точно Но вероятность Вот Какова в проценте? Вероятность На самом деле Большая И опять же Лишь от нас зависит Если мы будем Ходить на свидание То мы можем встретить Какого-то молодого человека Но Кстати Очень важно Какой это должен быть человек Например В нашей карте Заложен Опять же Потенциал Нашего будущего мужчины И мы можем посмотреть А с кем мы будем счастливы Это будет Какой-то бизнесмен Или это будет Простой парень С хорошим интеллектом И чувством юмора Да? То есть Тоже Это смотрится По карте И например В карте у девушки Она должна познакомиться С очень умным мужчином Например Да? И мудрым Серьезным А она Наоборот Постоянно знакомится С какими-то Молодыми ребятами У которых еще ветер в голове Конечно же В этой среде Она никогда не встретит Того мужчину С кем она будет счастлива И с кем она раскроется Поэтому очень важно Еще понимать А какой мужчина мне нужен И искать его В той среде Где он обитает В случае Если например Мы хотим Вот поменять Исход событий Правильно ли это Потому что Говорят часто Что Вот люди Которые обращаются Гадалкам Острогам Заглядывая Тем самым Вот Вы меня просто оскорбили Приравняли к гадалкам Ну Так или иначе Мы открываем будущее Да В этом плане Но открывая будущее Часто считается Грехом Вот в чем проблема Вы знали? Нет Так говорят Нельзя Это в христианстве Это в христианстве Есть такое На самом деле В христианстве Очень много таких Негативных И фатальных событий Даже которых Нет в астрологии Поэтому нет Конечно нет Мы все-таки Не заглядываем в будущее Это не чтение будущее Поэтому я сказала Что в астрологии Нет предсказаний Это невозможно Предсказать Есть какие-то прогнозы Но не факт Что они случаются Астрология Все-таки Натальная карта Это именно Наш навигатор Наша карта Наш путь По которому Мы можем отследить Какие-то наши дорожки Как прийти К этому материальному Благосостоянию Душевному благосостоянию К всем этим Составляющим Поэтому нет Мы же не смотрим В будущее А возможно ли делать Вот такой астрологический Какой-то прогноз На месяц Поскольку это достоверно Конечно Кстати Как кушать Как питаться Это мы смотрим По луне То есть мы не должны Смотреть Как сегодня Этот месяц Мы питаемся так А следующий так Нет То есть у нас есть Луна в натальной карте И исходя из того В каком она доме В каком она знаке Мы смотрим Как нам питаться На протяжении всей жизни В принципе А по тому Как нам одеваться Как выглядеть Надевать какие-то Сексуальные наряды Или носить Свитера Оверсайз Это мы смотрим Конечно же Уже по Венере Она именно Показывает Нашу сексуальность То, как нам выглядеть Какие цвета выбирать Какие фактуры Какие ткани То есть она все нам указывает А по тому Например Вот путешествовать Как выбирать направление Это кто указывает Какая планета Путешествия У нас есть отдельные сферы В натальной карте Это 9 дом И 12 9 это не только путешествия Но еще и знания А 12 это именно Переезды Кстати за границу Либо очень частые путешествия И например Если у нас в 9 Либо в 12 доме Есть планеты То ясное дело Что вы закоренелый путешественник А если к примеру В 12 доме Есть планеты То лучше всего Вообще Переезжать за границу Потому что 12 это трансформация И это потери А легче всего Потерять нашу родину Поэтому Если в вашем 12 доме Есть планеты То лучше всего Переезжать И там будет вам счастье Сама ты вот пользуешься Астрологическим Каким-то прогнозом Конечно Да Да Конечно Есть еще в астрологии Такое понятие Как транзиты Ведь мы родились И что такое натальная карта Это скриншот Планет На звездном небе В момент нашего рождения Но эти планеты Они не перестали двигаться Они продолжают дальше Двигаться По звездному небу И это и есть транзиты То есть планеты Передвигаются По нашей натальной карте Из дома в дом И влияют также на нас Поэтому Исходя из транзитов Можно посмотреть А в каком месяце Я буду максимально активна А в каком месяце Нужно поднажать в карьере А когда нужно наоборот На семью обратить внимание Или ничего не хочется делать Вот бывают же месяцы Когда ничего не хочется Когда вот апатия Вот сейчас Вот декабрь Какой месяц был? Для каждого человека свой Поэтому не могу сказать Для всех Да Для каждого он свой Смотря Какие планеты у вас в знаках Где они стоят И как они вот проходят По вашим знакам У кого-то это Супер плодотворный период А у других наоборот Это апатия И потеря сил То есть зависит Уже от натальной карты То есть мы не можем Например Если говорить На 2022 год Сказать Что вот этот месяц Трудный А вот этот легкий Получается Для каждого он свой Конечно Конечно Нельзя для всех Спрогнозировать Именно у каждого Да Свои То есть вот эти Астрологические прогнозы Которые мы слушаем Каждое утро По радио Глупости В них можно сразу Не верить Нет Конечно Это глупости Во-первых Это западная астрология Она не точная Я все-таки Ведический астролог Это индийская астрология Ей уже больше Пяти тысяч лет И конечно же Те прогнозы Они глупости полные Лучше их не слушать И не вслушиваться Если вы хотите Действительно Прогноз вот на год Или на месяц Да На каждый день То уже лучше Обратиться вот К ведическому астрологу И чтобы он вам Составил по вашей Натальной карте Вот Если говорить о сайтах Часто можно сделать Вот натальную карту Онлайн Конечно В интернете Да Насколько она Действительно точная Потому что это все За считанные секунды Все делается автоматически Да И насколько например Точно Помимо допустим Того что можно сделать Натальную карту Можно сделать Если вбить в интернет Это какая-то совместимость Это совместимость имен Совместимость датародей Да И это можно продолжать Все очень долго Так же как там И какая-то дата рождения Компании Насколько она успешна Да Достоверно ли это все А сама карта Она конечно же достоверна Но вот описание Трактовки Да Трактовки Конечно они уже хромают Почему Потому что там Идут трактовки Во-первых Еще такие старинные А все-таки Астрология Она меняется Я более современный Астролог И у меня другие трактовки Под наш современный мир Поэтому бывают трактовки Что чтобы гармонизировать Сатур Нужно выходить по субботам Кормить ворон Естественно Это ваш Сатур Никогда не гармонизирует Ну Это уже не работает Это работало Когда-то тогда 3000 лет назад И в этих описаниях Там всегда трактовки такие Что Луна в Козероге Равно то-то Там Венера в Стрельце Равно то-то Но астрология Ее нельзя трактовать По одним каким-то положениям Вырванных из контекста Всегда нужно смотреть вкупе Не только вот отдельно Вот такие положения Как раз таки В интернете Все это дается А именно вкупе А как Луна с этой Венеры Сея ведет А в каких они домах А как они вот Друг с другом Противоречат Или наоборот Дополняет То есть это уже Больше анализ Такой То есть компьютер Этого не делает Давай дополним предложение Каждый астролог обязан Знать Постоянно учиться Вот Постоянно учиться Главная поговорка Которая мне нравится Все что не делается К лучшему От чего бы я хотела Отказаться в жизни От страхов От сомнений Какого клиента Я навсегда запомнила Того кто не боится Взглянуть Своим внутренним демоном Есть девушка Она Одна моя Постоянная клиентка Я уже у нее Не просто астролог А как такой Психолог Коуч Она прошла Все мои консультации И по астрологии И по нумерологии И эта девушка Она не боится Постоянно Узнать о себе нового И даже если Это новое Не вполне ее устраивает Порой же бывает страшно Взглянуть Своим демонам В глаза Пострелить Свои негативные стороны Все хотя знают Только позитивно Она этого никогда Не боится И всегда меня спрашивают Яна Скажи правду Я всегда говорю Правду Кстати говоря Я никогда не утаиваю Если что-то я вижу Не очень хорошее Если я вижу Что у человека Могут быть психологические проблемы Я ему об этом скажу И она всегда говорит Да А какие у меня проблемы А что у меня может быть Скажи Я готова Она всегда готова работать Поэтому я люблю клиентов Которые готовы работать над собой Не те, которые просто хотят узнать Ну что-то новенькое о себе Ведь часто Почему обращаются к астрологу Либо действительно у человека есть проблемы Которые он хочет решить Либо ему просто интересно Скажите мне что-нибудь интересное про меня И вот я люблю людей Которые именно приходят за результатом И не боятся Посмотрите вот Своим страхом в глаза Своим негативным качеством И готовы на ними работать Давай завершим программу Поздравления Вообще к Новому году Чтобы ты поздравила наш телеканал ТВ6 Конечно С большим удовольствием Я с удовольствием Поздравляю ваш канал Желаю вам в новом году Процветания Успехов Огромного количества Прекрасных интервью Я надеюсь Что в новом году Вы станете еще больше Сильнее И вы станете каналом Номер один в Молдове И будете радовать Нас больше и больше Как телезрителей Спасибо тебе за интервью Желайте успехов И конечно же Счастливого нового года Спасибо большое Тише И взаимно Сегодня в гостях у программы Герой нашего времени На ТВ6 И Археи ТВ Была Астролог Яна Тяка Смотрите нас Каждое воскресенье На ТВ6 И Археи ТВ Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»